Всем привет! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и сегодня мне помогают Чилос и Фёдор. Мои тайные ассистенты, которые помогают мне работать над каналом Невроза Мегаполиса. Сегодня уже новогодняя атмосфера, и я бы хотел в сегодняшнем видео рассказать вам план вашей терапии. Чтобы у вас под конец года и в начале года не было никакой каши в голове. Чтобы вы чётко понимали структуру вашей терапии. От самого начала до её финала. Смотрите внимательно это видео, слушайте, записывайте и действуйте. У многих зрителей моего канала существует путаница. Они смотрят видео на моём канале, на канале моих партнёров по ютюбу, коллег, читают разные книги. И очень часто они путаются, не понимая, с чего же начать или чем продолжать и как исправлять ошибки. Связано это с тем, что терапия тревожнофобических неврозов и расстройств проходит по определённому сценарию и по определённым пластам. Кто-то в архаичной психологии это называет айсбергом, кто-то морковкой, кто-то ещё какими-то образами. Но так или иначе это этапы и слои. Существует шесть основных этапов, которые вам чётко надо знать и понимать, где вы находитесь и где вы движетесь. В каком этапе есть ошибка и как над ней работать. Давайте начинать по порядку. Первый этап, из-за которого, собственно говоря, и начинаются наши с вами тревожности, наши с вами вегетатики. Связаны это с тем, и паникой в том числе, первый этап это образование. Образование наших зрителей, образование наших пациентов и клиентов. В первый этап образования входит уведомление и информирование пациента о том, что такое вегетососудистая дистония, почему возникает паника, как работает физиология, что такое неврозы, почему вегетативная система так или иначе иннервируется и работает. Канал Невроза Мегаполиса выполняет эту функцию более чем достаточно. Огромное количество моих зрителей, а уже на сегодняшний день 4 миллиона просмотров, получило отличную информацию и с помощью неё достигло хороших результатов. Но существует и ещё пять этапов. После образования вы приступаете ко второму этапу. Это этапы упражнений. Это конкретные поведенческие упражнения, собранные из бихверальной терапии или поведенческой терапии, это одно и то же, которые включают в себя работу с рефлексами и работу с определённой формой поведения. Сюда входит упражнение для панической атаки, для агорафобии, для работы с фобическими состояниями, например, лифт или передвигаться, страхом потерять сознание. Сюда же входит работа с навязчивыми мыслями по поводу страха сойти с ума, потерять контроль, причинить кому-то вред. И сюда же входят классические поведенческие упражнения с ритуалами. Ритуалы мытья рук, ритуалы чистоты, ритуалы проверки и так далее. Вот эти два этапа очень важны в терапии неврозов. Правильное образование и правильные упражнения. Если вы правильно сделаете эти два этапа, у вас не будет панических атак, у вас не будет агорафобии, вас не будет пугать всё ваше вегетативное состояние, но основа не изменится. Вам станет легче, потому что вы не будете пугаться, вы будете знать, что происходит. Но глубоко фундаментально вы не изменитесь, вы просто снимете определённый уровень тревожности. Поэтому третьим этапом терапии неврозов является обучение пациентов рациональному мышлению в парадигме когнитивно-поведенческой психотерапии, например, в формате РЭПТ, в формате рационально-эмотивно-поведенческой психотерапии. В третий этап входит обучение когнитивно-терапии моделям СМЕР, моделям ABC, поиск автоматических мыслей и убеждений, которые приводят вас к иррациональным эмоциям гнева, паники, стыда, вины, обиды, ревности и так далее. Здесь вы обучаетесь видеть привычную форму мышления, которая диктует определённую форму поведения. Здесь вы видите сначала старую модель вашего иррационального мышления, которая приводит вас к дисфункции вегетатики, дисфункции органов и систем или определённого поведения в социуме. И здесь же, на этом третьем этапе, вы учитесь оспариванию, вы учитесь альтернативному мышлению, вы учитесь гибкости и учитесь понимать ситуацию более рационально, вести внутренний диалог, вести диспут и действовать по-новому. Это очень важный этап, потому что он будет ключом инструментов к последующим этапам. Здесь многие клиенты совершают ошибку. Первая ошибка – это неправильное информирование по первому пункту. Здесь же ошибка – недоработка упражнений по второму пункту. А если вы недоработали правильные упражнения, вы всегда будете бояться, что вас накроет или что-то случится. И ошибка на третьем этапе – это халатное отношение к технике когнитивно-поведенческой терапии. Это не ведение таблиц, это не ведение правильного оспаривания и диспута, это не системная дисциплинированная работа над собственной формой мышления и новой формой поведения. Если вы не будете дисциплинированы, если вы не будете развивать навык самодисциплины и самоменеджмента в области рационального мышления, ваша когнитивная терапия не даст вам качественного инструментария. Четвертым этапом после обучения когнитивной терапии и интеграции рациональной формы мышления и поведения существует этап анализа. Этап анализа – это анализ конкретных сфер жизни пациента, которые привели его к определенному реагированию и выходу в симптоматику вегетатики и паники, либо хронически всю жизнь приводили его к определенной социофобической изоляции, как ему именно мышление этого клиента связано с детским периодом, каким образом отношения в детстве сформировали у этого клиента тактики и стратегии мыслить определенным образом, каким образом клиент научился, скажем так, думать и понимать события определенным образом. Аналитическая часть очень важна, потому что всем хочется знать, почему же именно я так реагирую, почему именно у меня такая стратегия, какие конкретно реальные сферы жизни – семейная, профессиональная, личная, эго, завышенное эго, заниженное эго, самооценка. Вот на этапе анализа мы разбираем именно вашу конкретную личность. На пятом этапе возникает еще более сложная концепция – это интеграция нового мышления из третьей части в реальные сферы жизни. Здесь требуется коучинг, здесь требуется определенное наставничество, где клиент осознает и внутренние конфликты, и рациональное мышление, и какие-то собственные модели поведения, которые не приводят его ни к личному, ни финансовому, ни профессиональному успеху. Здесь мы уже анализируем конкретные шаги, анализируем конкретные действия, анализируем конкретные сферы и создаем конкретный план пошаговых изменений в реальности. Просто понимать образование, понимать упражнения, понимать когнитивную терапию и даже понимать анализ – недостаточно. Необходимо интегрировать эти знания в конкретные сферы жизни. Именно интеграция, именно план действий приводит уже к серьезно закрепившемуся результату. И шестой этап – это этап самосовершенствования. Когда вы продолжаете двигаться по намеченному плану, вносите корректировки в этот план относительно конъюнктуры рынка, относительно обстоятельств жизни и продолжаете двигаться вперед, продолжаете идти той дорогой, которой вы хотите. Здесь вы развиваете еще большую осознанность, здесь вы интегрируете в свою жизнь новое окружение людей, здесь вы постоянный ученик и учитесь, и кайфуете от того, как вы выбираете жить, и как вам хорошо помогать окружающим людям. Шестой этап не имеет границ. Вы можете развиваться всю жизнь. Симптоматика будет редуцировать после первой и второй части терапии наполовину. Когда вы начнете третью часть, ваша симптоматика еще больше снизится, и вы поймете, что происходит. На аналитической и пятой интегративной части вы потеряете уже привычные формы тревожности и будете развиваться так, как вы хотите. Я хочу, чтобы вы закончили этот год с четким анализом себя и четким пониманием этого плана, который я бы хотел разобрать детально по шести ступеням. Я бы хотел рассказать вам о том, какие ошибки возникают у вас на всех шести элементах. Я хотел бы наделить вас мотивацией и наделить вас конкретным разобранным планом, чтобы вы встретили новый 2018 год с конкретикой, без каши, без интернета, который морочит вам голову. Чтобы вы видели четкий план действий, как вам надо двигаться и что и конкретных, каких конкретных сферах надо менять. Чтобы вы обучились когнитивной терапии и понимали степ-бай-степ, что надо делать. 23 и 24 декабря я приглашаю вас на завершающий в этом году онлайн-тренинг, который называется «Стрессоустойчивость 3.0». Я за два дня расскажу вам все шесть элементов очень детально. Отвечу исчерпывающий на все ошибки, и мы составим план действий. Мы приведем массу кейсов и массу примеров, чтобы вы понимали это наглядно. Поэтому не пропустите 23 и 24 декабря. Мы будем заниматься именно четким пониманием ваших действий. Наличие плана действий является фундаментально важным планом любых изменений, роста компании, личностного роста. Без четко поставленной цели вы не сможете добиться результата. Вы должны видеть цели поэтапно и раздробленно. Особенно это касается ваших личных достижений. Поэтому 23 и 24 декабря я вас жду на онлайн-вебинар. Ребятам, которые проходили мой тренинг сезоны 1 с 1 по 7, тоже рекомендовано прийти, чтобы еще раз пройтись по этим шести этапам и еще раз отработать ошибки. Мои зрители, новички, которых очень много за последние месяцы, я вас призываю, начните Новый год с четкого понимания. Перестаньте шарахаться по интернет-группам и форумам. Придите 23 и 24 и я все разложу вам по полочкам так, чтобы у вас была четкая структура и план действий. И уже с 1 января у вас будет конкретика, шаг за шагом. У вас откроются глаза, вы перестанете метаться и шарахаться. Приходите 23 и 24 декабря онлайн. Вы можете участвовать из любой точки мира. Если вы будете заняты вашими подарками и вашей семьей к концу Нового года, мы вышлем вам этот вебинар в копии. Не проблема. Главное это то, что вы все внимательно посмотрите. И главное, что вы все будете записывать и действовать. Вы должны понимать, что что бы я ни сказал, как бы я вам ни разжевал, очень важна ваша мотивация и ваша дисциплина. Мотивация и дисциплина. Мотивация и дисциплина. Только с помощью дисциплины вы сможете добиться потрясающих результатов. Не только в терапии неврозов, но и дальше. Сделать вашу жизнь более осознанной, более качественной, более гармоничной и такой, какой вы всегда хотели ее видеть. Я приглашаю вас подвести итог этого года и начать этот год с сильного тренинга, который даст импульс на весь последующий 18-й год. Я жду вас на занятиях. Ваш Алексей Красиков, канал Неврозы Мегаполиса. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok